Всё, давайте. Вопрос первый. Значит, у нас с темы Йемки-Пур, все это поняли. Значит, первый, что произошло в Йемки-Пур, с чем мы имеем дело? С чего начался Йемки-Пур? То ли, что было? Звуки сверчков. Звуки сверчков? Здесь сейчас. Но я не знаю, что. Не-не, это точно. Трынь-трынь-трынь-трынь-трынь-трынь. Простили Грея Золотого Отельца тогда. Тогда мужик спустился с... Второй раз, по-моему, он пошёл... Второй раз спустился, да. Второй раз спустился с горы с Новыми Скажальными. Всевышний просил им Грея Золотого Отельца. То есть, это был день прощения самого большого брехата, который был на масштабах народа у евреев. Вот, это то есть, основное то, что произошло в Йемки-Пур, да. То есть, что... Вера Синай туда поднялся. Спустился обратного. Вот точно, удачно. Теперь, что можно делать в Йемки-Пур? Что мы делаем в Йемки-Пуре? Что мы... Что запрещено делать в Йемки-Пур? Кушать. Какие есть ограничения, какие есть заповеди в этот день? Нельзя кушать. Нельзя что? Пить. Да, это всё пост, это всё одно. Ещё четыре вещи. Нельзя... Мыться. Спать можно. Да. Как у людей можно? Ну, можно, в общем. А, подожди, подожди. Йемки-Пур нельзя, это шаббат. Это не Йемки-Пур. Это шаббат-шаббат. Вот. Что еще? Нельзя иметь связь с женой. Интимная связь. Секретная. Секретная связь. Да. Я не так иметь с тобой дело. Интимная. А как же секретная связь? Вот. Давайте посмотрим. Значит, Йемки-Пур у нас есть. Это мы сейчас посмотрим. Вот. Да? Это пост. Да? Пост. Второе. Это пальцы моют, да? Когда на салат еда делают, делают только пальцы, не моют. Как не помните, да? Умощение крема масла и так далее. Супружеская близость и обувь. И кожаная обувь. А если это корзан? А корзан? Модниковый. Корзан можно. Вот. Дальше. Это что не делают? А что делают? Чулу делают. Да. Это самый, это день такой самый святой в календаре. И в этот день делают чулу. Чулу-чулу такое. Это что? Это самый главный день чулу. И это мы сейчас как раз этим займёмся. Здесь есть немножко порядочек молитв, потому уже просто времени осталось. Ну, копород. Немножко сделать уже такое, это копород, но это увидите перед, там, перед, там, перед Йон-Кипуром. А я видел. Это интересно, что... Как ты делал? Ну, копород это такой обычай, который есть перед... Хорош. Обычай, который есть перед Йон-Кипуром. Как бы, копород, копород это искупление. Его делают или на птичку, или на... Ну, обычно, ну, здесь многие делают на деньги. То есть просто, ну, как бы, то, что мои грехи переносятся вот на это, то, что я жертвую. И эта открытка была выпущена в 33-м году... Открытка была выпущена в 33-м году. Открытка была выпущена в 33-м году. Смотрите, здесь это Гитлер. Это Идиш. Это Гитлер, это кластика. И на ней написано примерно такой текст, что... И придёт сладкий год, тогда мы будем бить копород со всеми, всеми гитлерками, со всеми, со всем страшным и грустным. Ну, то есть Гитлеру пришлось дать ещё 12 лет после этого момента, но тоже случилось то, что написано в этом. В прошлом, конечно, в 33-й год. Очень прикольно. Значит, маленькое видео давайте. Проскать его? Ага. Ладьхав так удачно проектием. Задавьте ответ. Добавьте, введите, вводите. А пока с этим прошло, Александр. Это все еще не надо будет, что у вас уже показали. Все, введите в праздник, а на это все будет. А? Хорошо. Ну, вот и давай нормально. У тебя теперь не надо всего еще на время, кидать с bisturin очень к тебе. И ходите сюда, что в полиции можно выразить бас. Это очень мило! Да, супер. Значит, это как бы... Ну, то есть это вообще просто самый поверхностный взгляд на Йон Ки Пу, насколько... Так, теперь еще дополнительная некоторая информация. Я просто был как бы два блока, какая-то теория, какая-то практика. Я сейчас теории здесь уже рассказываю много, я как бы... Отрывочки маленькие, да, но потом мы перейдем уже к практике. Чемки-бур — это самое то поведение в Торе. Несоблюдение его — это одно из самых страшных наказаний. Называется оно карет. Да, карет — это отсечение души. То есть это полное прерывание, вообще, коннекшена души с ее источником, с ее источником, с Богом. То есть это для нас, в общем-то, мы это рассматриваем, наверное, даже хуже, чем смерть. Вот. Значит, это отсутствие тоже вот этого Роша Шана, да. То есть Роша Шана — это был первый вот этот взрыв, когда все начинается, вот это развитие потенциалов. А как бы Роша Шана без Йон Ки Пура — это как... Ты уже видишь, сейчас взорвется, да, вот этот вот Роша Шана. Такое уже отворачиваешься, смотришь, и там такой просто шарик, да, иголкой бы. Ну, и ничего там нет. Вот. Да, и это называется карет. Исаак сказал интересно, что человек без Торы — это... Ну, то есть в чем идея вот этого разрывания, да? Что человек без Торы — это кусок мяса, да, который двигается только ради материальных целей, да? Ну, то есть как человек живет в этой жизни, если у него нет в этой жизни смысла и для чего все это надо, то, что Равьяков рассказывал. То есть если нет у нас некоторого направления, зачем я ем, зачем я зарабатываю, то это... Ну, то есть ты движешься ровно в рамках своих инстинктов, которые входят примерно в три вещи. Это питаться, размножаться и место вставить, как бы. То есть это удовлетворение физических потребностей и социальную безопасность. Ну, ты просто как бы от человека отличаешься от этой сложности, да? Вот. Хорошо. Допустим, да, это... Вот. Что важно знать про Йом-Кипур? То, что Йом-Кипур соблюдают даже в Израиле просто все, да, и даже если вы там найдете свою нью-антисемитку, она тоже будет соблюдать Йом-Кипур. Вот. То есть это как бы такой день, что... Он считается самым святым, самым ответственным, самым важным. Всё. Это Йом-Кипур. И ещё... Я думаю, что это я сейчас, давайте, будет, так вот не ставлю. Этот кусок, я не успею, пока... Уровняйте, ясно, не брать инстинкции. Ладно, тогда мы сократим, я вам просто дам, как бы... Мы тогда просто сделаем, знаете, для, так сказать, на добросовестного слушателя мы с вами очерпим, что, собственно, заполнять и что нужно, с каким листочком нужно прийти в Йом-Кипур. У вас будут, как бы, пункты, кто захочется, полный не сам, кто не захочется за тело. Я постараюсь быстро это охватить, про ботинки с ними э. Вот. Чтобы понять про ботинки, да, почему Йом-Кипур, например... Там есть пять вещей вот этих, да, есть пять молитв и пять вещей, которые мы не делаем. Пост, ботинки, вручки, визы, сомощения. Теперь какова... Чтобы понять про ботинки, нам нужно ответить на очень важный вопрос. Какова телетворение? Очень связанные вопросы. Очень, очень связанные вопросы. Хорошо, не будем, не буду ждать ваших ответов, вы мне уже по-настоящему его давали. Всевышний создал мир для наслаждения, чистого наслаждения. Он абсолютное добро создал кого-то, чтобы ему было очень хорошо. Да, в итоге все будет. Это, если очень, очень коротко. Это радиоактивитация, кто-то был у него, кто-то был у него на уроке. Частные интенсации самопознания в Мусаре, это этическое такое изучение в Торе, это переживать свое состояние в будущем мире уже в этом мире. Потому что Равьяков говорил, что есть некоторый будущий мир, в который мы попадаем. Написано, что человек, который живет духовной жизнью, он находится, как бы, частично он или большей частью, он уже живет в этой невероятной духовности. И люди на высоком духовном уровне, то есть живут в этом мире уже как в будущем. То есть они получают уже даже награду, вот эти доллары, они чувствуют уже, фунты, да? Эти фунты они чувствуют уже здесь. Это вообще из книги еврея-буддиста. Он спрашивает такой вопрос, если все в этом мире создано для наслаждения человека, что тогда заем хипур такой? Это уже день чистого страдания. Просто это огонь не зажигай, не носи. Вот эти все ограничения шаббата, еще вот эти пять штук, то есть никаких наслаждений. То есть это самый, вообще самый аскетичный день, который существует. То есть это самый... В иудаизме, в принципе, нет какого-то монашества, ошельничества так по-большому. Но йом-ки-пур это как бы день, в который просто весь народ превращается в таких просто... Вот ты просто как йога садишься, да, и вот только дышать можно, да, грубо говоря. Садишься в стеклянный этот без воздуха, да, в куб без воздуха, и там вот просто целый день вот так вот проводишь. Без воды, без еды. Задать вам вот такой вопрос. В чем же наслаждение? Ответ заключается в следующем, что это... Йом-ки-пур, в чем идея? У человека есть две части. Его есть у него душа, и есть у него тело. Так они находятся в некотором конфликте. Они постоянно борются за права на обладание собственностью, за человека, да, за его эмоции, как он будет себя вести. Материальное тянет в одну, в одну, в другую сторону, духовное тянет в другую, в зону бесконечности. Они постоянно, между собой, находятся в перетягивании каната. Теперь Йом-ки-пур — это один такой день, когда, да, это дисциплинирование тела настолько, что душа может лететь. То есть, иными словами, здесь, если тело тебя постоянно куда-то утаскивает, да, и у тебя в чем-то не хватает времени, да, что-то проанализирует, что-то просмотреть. Йом-ки-пур — это как бы максимальный уровень, насколько человек может вообще выйти из материального, пока он в этом материале находится, и почувствовать что-то, то есть вынырнуть из воды, да, и посмотреть, что там за этим, за… не знаю зачем, что там за горизонтом. Заглянуть за горизонтом. То есть, это отказ на один день от всяких, от всех плотких удовольствий в пользу духовных. То есть, ты вот на этот день выглядываешь туда куда-то далеко, и потом это самое, если это начало года, вот эта вспышка, ты оказываешься на самом верху, чтобы потом ты понимал, как бы куда тебе там, по твоему темному миру, в каком направлении, то есть ты как бы поднимаешься над деревьями, вылетаешь над ними, что ты потом понимал в лесу об этом, да, чтобы ты ориентировался, знал хотя бы примерно, куда тебе идти. Ну, то есть Йом-Кипур – это такая очень максимальная дисциплина, которую человек может себе организовать для того, чтобы получить вот это вот состояние такое. Написано, что мы как ангелы, да, в Йом-Кипур. Вот, пять видов ограничений мы уже сказали, да? Теперь, что с обувью? Ну, спасибо за это, то есть, ограничения. Вот пример, например, если взять пример с обувью, в чем идея этого ограничения? Что такое обувь? Это то, что, почему мы ходим по земле, а ноги – это самая такая грязная часть. Да, ноги – это самая грязная часть. Поэтому… Только между телом и земля. Вот, да. То есть, иными словами, это то, что защищает тело от грязи, пыли, ну, от самого… То есть, от материи. Ну, земля – это прямо материя, как она есть, да? И обувь – это то, что защищает человека от грязи, ну, от материи. Вот. Теперь, так это объясняют каббалисты, что… В чем идея снимать обувь? Идея следующая, что обувь имеет такое же соотношение к телу, так? Обувь к телу – такое же соотношение, как имеет тело к душе, так? Что это значит? Это значит, что я сейчас смотрю сюда на эту аудиторию, и здесь сидят много ботинок. В смысле, здесь не сидят много ботинок, а я вижу ботинки. Вот это вот, вот, вот. Давайте скорую. Вот. Но уходь не в галоши. Ребята, мы его теряем. Значит, вот сидит Даня. Мы привыкли, что вот Даня – это… Это что? То есть, вот это Даня. Это ксофо. Ну, у нас есть температура. Ребята, давай. Туфли, туфли. Мы привыкли… Сейчас поймем. Мы привыкли, что… По-настоящему эта идея, я не знаю, то есть, ее если вот, ну, прочувствовать, она просто обалденная. Вот мы привыкли, что вот есть Даня, и вот, ну, вот это вот и есть Даня. По-настоящему то, что мы видим, привыкли смотреть на это Даня – это вот только вот такая по-настоящему часть от Даня. Да? Это его материальная часть – это тело. Так. А душа имеет соотношение к телу как… то есть, она где-то… она где-то вообще… это что-то невероятное. Теперь в чем… ну, то есть, понимаете, да? Ты смотришь куда-то. То есть, душа находится просто невероятно высоко, где-то в самых высших мирах. Теперь идея снять ботинки в Торе – это всегда… сейчас не буду приводить примеры. Священники в храме снимали. Там есть когда… реверантный брак, тоже там есть вот эта процедура. Это все очень связано красиво. Но идея – это всегда, когда Бог говорит Моше подойти к кусту. Он тоже говорит с ними обувь. Когда Йошуа переходит из пустыни в землю Израиля. Там всегда, когда есть левелап, всегда происходит вот это. Или из обычной местности в этот… в храм они приходят. Всегда, когда есть духовный левелап, другая местность и так далее – с ними обувь. То есть, это переход на… то есть, мы как бы на день снимаем тело, для того, чтобы остаться чисто со своей душой. То есть, так мы тратим время на хавку, на… не знаю… Ну, то есть, тебе все время лента, тебе что-то отвлечь… Попурики, то-сё-сё-сё-сё-сё, тебе все время что-то растаскивает. Это один день, когда ты просто вот остаешься в чистой тишине, один на один с тем, с кем ты реально являешься. Без ботинок, без всего. Так-то получается, что не надо носить обуви вообще. Конечно, нельзя носить кожаную. Кожаная обувь – это в смысле, кожаная обувь – это то, что здесь обычно сделано из животных. Типа натур-продукт. Да, да. Ну, это, в общем, идея такая, что уважаемая такая вот обувь-обувь, это всегда, особенно в те времена, считалась именно кожаная обувь, а это как бы все остальное – такие тапочки. Вот, а кожа – это что-то… Левиные дощечки. Ну, она сейчас стоит всегда дороже, чем для кожи. Для кожи. Чем не кожи, да. Кожаная всегда дешевле. Вот. Я просто не успею, я бы подольше про это рассказывал. То есть, в общем-то, соотношение человека… То есть, мы всегда имеем дело, когда мы смотрим на человека, то мы видим только его маленькую часть. И по сравнению с его душой, это что-то очень маленькое, а его душа просто громадно уходит куда-то, головы куда-то в небеса, в облака. Вот такая идея. Хорошо. То есть, это э-ботинки семьи. То есть, я кипур полный такой, да? И «прей лав», только не вижу. Самый святой день в еврейском календаре, в еврейской истории. Ладно, это я тоже пропущу. Я хотел еще… Сейчас. Я пролисываю… Ну, здесь видео такое небольшое, что… Просто про пользу техническую поста для здоровья. Ну, то есть, есть очень много с точки зрения биологии пользы для… Вот, поставили то, что я здесь вставлял. Давайте сейчас мы с вами, может, в практике потихоньку перелисаем. Вот. Идея, которая мне в этом году… Ну, у меня сейчас был вопрос, да? Вот в прошлый раз я проводил его про Роша Шина. У меня возник вопрос, что… Это вот какие-то эффекты теперь? Да. Да? Про Роша Шина был такой вопрос. Мы с вами писали вот этот список, да? То есть, то, что… Ну, то есть, благодарность за прошлый год и кем я хочу быть в будущем, да? То есть… Ну, что я хочу от этой жизни. Это мы как бы построили такой план, да? Это дом, который должен быть за этот год построен каким-то образом. Теперь вопрос дальше… У меня такой. В следующей после Роша Шина идет Йом Кипур. Мы план построили, а дальше идет какая-то… Йом Кипур вшива – это полная такая очистка, да? То есть, это полная очистка, полное отбеливание, выбеливание, и ты когда-то просто становишься как ангел такой нематериальный и так далее. Так зачем мне… После того, как я нарисовал план, все стирать? Ну, то есть, зачем мне чистка… То есть, сначала нужно почистить, правильно? То есть, сделать все с чистого листа. Ну, и потом уже на чистом листе рисовать план. Почему я после того, как я что-то запланировал, мне начинается чистка. Ну, сначала ты смотришь на какие-то свои минусы, плюсы, и пытаешься их как-то дополнить равномерно. То есть, плюсом что-то пишешь, плюсы, чтобы ты сделал лучше. А когда ты все чистишь, уже нечего писать. Ну, я… Самое важное вспомнить, может быть. Да, я ответил на это так, что… Я вот так на это, в общем, ответил, да? Йом Кипур – это чистка места под строительством. Теперь ты не начнешь чистить место под застройку, если ты не хочешь строить дом. Когда у тебя появилась идея строить дом, тогда ты пойдешь чистить место. Вот Йом Кипур, то есть, здесь мы построили на прошлых листочках, да, вот на этих, которые… Если, пожалуйста, на этом у вас есть, если хотите, новое. То есть, мы сначала построили план. Йом Кипур – это, то есть, очистка места. Если ты место не почистишь, то вот этот дом, ну, будет, я не знаю, на болотах, да? И на трубах, как в Санкт-Петербурге. Видео, одну секунду, я подумаю. Да включай. Ну ладно, ну давайте я его задержу за немножко, хорошо? В таком случае. Ну, да. Сейчас я буду переведу. Видео, извините, как? Все падают, да? Я сидел на диете несколько месяцев. Все понятно. Не ел поздно, ходил в качалу. Все было классно, пока она определяется. Это был не какой-то необычный день, не какая-то тусовка, не какой-то праздник. Я все так же все делал, соблюдал свою диету. И вот я сидел за книжкой, и вдруг какое-то такое печенье. Хочешь попробовать? И я просто открываю холодильник, чтобы просто посмотреть. Просто посмотреть. И там стоит... Да, это бабушка с дедушкой. И они как раз позаботились, понятно, еврейские родители, они не могут привезти что-то обычное. Они привезли мне целую коробочку печенья. И вот я один на один с холодильником, и там стоит эта коробочка печенья. И я один на один с ней, 12 часов ночи, темнота, только я светлый с холодильника и коробку. И начинается вот эта пойма. Да, нет, да, нет, быть или не быть. И я решил процедовать одно. Через 3 минуты коробки не было. Я чувствую себя виноватым, чувствую себя нехорошо. Почему я это сделал? Я уже чувствую себя живым. Столько трудов и в итоге вот это. Присыпаюсь в утра в ужасном настроении. Присыпаюсь утром и все буду есть. Вот он такой. Смысл какой все во всем этом. Ну, я вспомнил одну ситуацию, когда я был в жиле. Я вспомнил ситуацию, когда я шел в трусу. Я там хорошо учился, все хорошо, все было классно. Мне нравится учиться. Но на минуту я присыпаюсь и чувствую, что не идет. И я не такой хороший еврей. И не получается. И Раф остановится, спрашивает, в чем дело. Я говорю, ничего. Что такое? Я ничего. Я сейчас не совсем хорошим таким евреем. Сказал, что есть только одна вещь, которая хуже, чем завалиться. Это все время держаться на то, что уже прошло. Вся фишка в том, чтобы постоянно вставать и бежать заново. Постоянно продолжать то, что произошло. То есть, ты упал, оттряхнулся и пошел дальше. Я завалился со своими печеньями. То, что произошло. Разве то, что я съел немножко печенье, как они испортили все мои диеты. Нужно вставать и снова продолжать все, как было. Все снова и встать. Это относится ко всему в нашей жизни. У нас есть какие-то ожидания, образование, денег, отношения и так далее. То есть, у нас есть какие-то решения, желания, которые мы хотим достигнуть. Но мы люди, и поэтому мы постоянно запарываемся. Падаем, падаем, падаем. И падаем в разных формах. Во всех лучших успехах запарываемся. И делаем что-то эгоистичное, которое кого-то может помнить. Но это те места, в которых мы позволяем нашим падениям повести нас по жизни. И мы не встаем после этого. Очень важно в этот момент просто остановиться, почувствовать, что было не так, и перевернуть страницу и идти дальше. Он сказал, что если праведник упадет по-любому. Он говорит, что праведник упадет по-любому. То есть, он не говорит, что тот, кто делает ошибки, тот, кто встает. В этом есть вопрос. Мы не можем не падать, но мы можем взять на себя ответственность на то, чтобы постоянно вставать. И все, спокойно. Что ты разошелся. Хорошо. Теперь, листочки всех есть, а ручки расстанавливали немножко? Хорошо. То есть, елки-пур, да, это очень важно снова вставать и постоянно продолжать свой рост в течении жизни. Теперь вопрос, как это делать и как вот этот рост его постоянно поддерживать. Есть схема простая, понятная, давно известная. Приступаем. Цель любого современного тренинга, да, она простая и известная. Привести человека из точки А в точку Б. Ты не знал, как привлечь клиента в конце, как привлечь откуса клиента. Ты не знал, как похудеть тебе, ты не знаешь, как похудеть. Да, из точки А в точку Б. В духовном плане в Торе этот паттерн, эта схема, она есть уже очень-очень давно. И она известна. И это движение из точки А в точку Б в своем духовном уровне. Это самая главная сфера жизни человека. Ежей занимается этим весь месяц и уль до Роша Шана. И от Роша Шана до елки-пур. Вот интересно, что вот этот, про то, что я вам показывал дом и чертеж дома, Ирн Спахтан и вот это поле, что в Роша Шана не делают шуру. Там нету никаких виду, никаких ай-яй-яй нехороший. Там есть только вот это вот, как бы, дай мне, пожалуйста, хороший год и какое-то видение этого года. А в Йом-ки-пур как раз идет чистка. Чистка, расчищенное поле под наш дом. Вот эта тема, как мы возвращаемся, как мы изменяемся. Как мы возвращаемся, это шува. Шува это что? Достояние. Достояние. Укаяние. Как угодно. Укаяние. Вот. Шува, ее идея, это возвращение. Я начал делать что-то неправильно. Я возвращаюсь обратно, куда я возвращаюсь? Я возвращаюсь заводским установкам. Самый хороший способ, чтобы что-то заработал, это его перезагрузить. Так? Вот это шува, это, то есть, Бог в каждого заложил бесконечную душу, бесконечный потенциал. Шува это кнопочка возврата к? К заводским настройкам. К заводским настройкам. К изначальному, который Бог тебе дал. То есть, тот потенциал, который у тебя, который у тебя есть. Хорошо. Шува идет три основных этапа, вот такие. Это, первое, да, если я хочу что-то исправить. Это, как бы, всем Андрей, наверное, что пишет. Первое, это сожаление. То есть, ну, мне должно не нравиться, да, то, что происходит. То есть, я должен, ну, то есть, если мне это нравится, то я буду это продолжать. То есть, первое, это мне не нравится в себе то, что. И здесь нужно быть очень честным и очень честным. Вот. Второе, виду это, мы уже посмотрим, то есть, это перечисление своих грехов. И третье, это азива тахе, то есть, это отмустить вот этот грех и оставить его в прошлом, да. То есть, это раскаяние за него, как бы, вычищение его. И потом, самое главное, не остаться с ним, а полностью, что это было, что было, то прошло. Вот. Шува. Ну, то, что мы до этого уже видели, да, сожаление. Остановка. То есть, я что-то делаю, я в этом сожалею. Прекращаю, то есть, прекращение, остановка действия. Потом, я говорю, больше так делать не буду, я в этом раскаиваюсь. И все. И принятие этого решения не повторять и оставлять в прошлом. Окей, поехали. Сейчас. Да. Вот. А если мы принимаем решение, и все равно продолжаем это сделать? Ну, значит, было не решение. Ну, это очень сложно. У меня есть решение в результате. Решение, схема простая. Решение – это в мышцах. Вот это. Может быть, надо принять решение и принимать решение? Ну, я не знаю, если это поможет. Да, но просто это невозможно. Вот, например, я сейчас скажу, я больше не хочу делать что-то. Я продолжу это делать. Самое простое, то, что я сейчас спрашиваю, это написано в перке. А вот. Беги за легкой митцфу. Почему за легкой митцфу? Ну, в Исхаге есть такая, называется, схема минимум 100% максимум. Ну, и как это называется нормально? Программа минимум, программа максимум. Если ты лежал год на диване, а потом сейчас я буду качаться каждый день без перерыва, то у тебя проблемы у тебя не получится по-любому. Почему? Две минуты в день. Потому что, если у тебя нет привычки вообще, и ты говоришь, что теперь я просто сорвусь с места, и я, в смысле, перегоню очень. Не, ну, такие две минуты в день, это каждый день в таком-то себе. Я вот сказал, что весь день качаться. А, весь день! Ну, в смысле, куча подходов, ну, грубо говоря, да. Весь день нет к ним? Грубо говоря. Нужно себе обеспечить, беги за легкой митцфу. То есть, нужно себе обеспечить сначала программу минимум. То есть, я на тебя беру просто вот такой минимум, что мне даже пальцем двигать не надо. Просто вот минуту буду качаться в день, и потом эти решения ставить все больше и больше и больше, поскольку у тебя получается, так ты больше, чтобы получалось еще больше. Хорошо. Первое. Цифру 1. Первое, это, ну, 5 плюс своих каких-то негативных вещей, которые вам не нравятся, которые вы хотите себе исправить. То есть, вы можете исправить только то, в чем вы себе признаетесь, и не можете исправить то, ну, то, что Равняк говорил, то, в чем вы честны с собой. Можете менять, то, в чем вы чего о себе не знаете, вы не можете менять. Хорошо. Значит, чем более детально, тем лучше. Вот, например, да, я раздражаюсь на, ленюсь по поводу... Лучше конкретно, да, обожрался с 21-го, 29-го, 18-го на 2 килограмма. Значит, с 15-го на 9-го, 20-го. Вот такое. Один в килограмме. Я отвлекаюсь на мечтательность, гневаюсь на, ссорюсь с проблемой. Суместательность это плохо. Реагирую в небольших пределах. Спорю, спорю, врал, завидовал, я не знаю, да. В общем, страх по поводу, неблагодарность, депрессия. Я, там, пропустил филинш, маме, зузу и так далее. Все, что касается местного. Так, вот. Все плохие качества, какие только могут быть, и которые вы за собой наблюдаете, лучше, то есть даже мелкие какие-то проявления, их туда записать, чтобы они были при вас, чтобы вы знали, ну, то есть, что в вашем поведении не так, и состоянии не так, с чем нужно работать, с гневом, плохими качествами, с лицемерием и прочее, где вы были неискренны. Понятно. Списочек есть. Давайте мы потратим... Давайте просто... Очень много. Хорошо, мы сейчас делаем просто их по минуте. Давайте на этом идиотратим. А вот как-то вдвоем по парам разобьемся, чтобы было легче. Не-не, это все... Индивидуально это будет... Про себя депрессия просто будет. Это лучше... Нет, мы сейчас... Нет, я не понял. Вся идея это убрать. Когда ты... Почему Ёмки-путык самый очень радостный день? Потому что ты не попадаешь в депрессию, а ты очищаешься от этого. Ну, перечислять все слои... Сейчас люди просто... Наследи их... Нет, нет. Хорошо, это было первое. То есть, первое нужно просто знать, что я считаю, что во мне не так. Что я считаю, что в соответствии с Торой и планом Бога относительно моего существования не так. И, соответственно, куда я стремлюсь. Да? Хорошо. Теперь... Сейчас список это не пугается. Здесь нам нужен только большой текст. Значит, скорота это сожаление. То есть, иными словами, что? Можно? Ну давай. Значит, это то, что я... То, что я переживаю относительно того, что вот это во мне плохо. То есть, пока для меня внутренне я себе даю разные разрешения о том, что то, что я делаю, это... То есть, что думает человек, который продолжает есть? Ну, один раз не страшно. Ну, в общем, мы все это знаем, да? Теперь человек, который занимается спортом и не обжирается, у него есть убеждение, что, значит, люди, которые в нормальной форме чувствуют себя намного лучше. Быть в форме, значит, что, я не знаю, я буду нравиться другим и вообще контролировать себя, это классно. То есть, есть ряд других убеждений. Нужно, чтобы у вас было удовольствие связано вот с этими убеждениями, там, я знаю, со спортом и страдание с тем, что вы не умеете преодолевать себя, вы будете страшным, к нему придется, а сильно обжирать, придется покупать два места в самолете, потом очень долго не будет. Хорошо. Значит, почему это плохо, да? То есть, вот эти все моменты, да, врать, то есть, нужно прописать себе, как бы, подтверждение, некоторые убеждения, почему это плохо, чтобы вы чувствовали, что это плохо, да? Чтобы это было на уровне эмоций. И вообще, вот, любую систему психологии вы возьмете, начиная, то есть, начиная от иудаизма, религии и заканчивая самыми быстродейственными, типа, NLP, там, вот эта тема одна и та же. Ты должен связать страдания с прошлым поведением и завязать удовольствие на новом поведении. Это, как бы, схема, она абсолютно универсальная, я думаю, это понятно. И плюс, что будет, если я не, да? То есть, придется покупать два места в самолете, как в двух странах. Ну, в общем, буду жирным, страшным, неудобным, да? Ну и так далее, по любому пункту. Если я буду, там, продолжать себе врать, продолжать, что там, лениться в этой сфере, в той сфере. Понятно, да? Что еще, давайте минуту на эту. Здесь есть еще, да, вот эти моменты, которые я выделил. Это все рабоину Йона. У него есть вообще двадцать пунктов. Не три пункта вот это, а у него есть двадцать пунктов фальшевея. Вот я четыре из них выделил. Например, сделай реальные действия, чтобы выразить свое боль и недовольство этим. То есть, пока ты ходишь, типа, ну, нормально, да? Ну, ничего. Ну, не страшно. Страшно. Да. А так, то есть, такое, я не знаю, стал что-то понимать. Я ненавижу! Ну, то есть, да, что-то такое. Или там, прям, огнеметом в холодильник, не знаю, да? То есть, что-то такое, чтобы прямо... Чтобы это было связано с физическим действием, чтобы ты это почувствовал. Ну, почувствовал. Так. Ну, узнать себя, понятно. Узнать все эти темы, которые к тебе нехорошо. Узнать наказание Фатори за это, да? Вот, например, было прикольно. Здесь Миша Бадзинсак там рассказывал, что Наказание за несоблюдение Шаббата на Фаторе еще хуже, чем Наказание за несоблюдение, за убийство даже. За смерть – смерть, да? А за несоблюдение Шаббата там еще и ты теряешь все в этом мире и все в будущем. Ну, то есть, когда ты в этом разбираешься, оно мотивирует. То есть, человек бежит с удовольствием, убегает от страдания. И посреднее раздует мухи, ну, в данном случае, из греха слона, да? Потому что, почему мы в жизни что-то не делаем? Мы часто, ну, туда пойти – это большая проблема, да? Там, понимаешь, что надо просто выйти и дойти. Ну, сейчас надо встать и пойти, да? И поэтому человек не делает. Теперь, если ты раздуваешь из своей проблемы слона, то ты не хочешь в нее возвращаться. Супер, давайте еще одну, пол-минуты буквально, давайте потрачим. Одну вещь давайте просто напишем. Просто одну вещь по тому, что… То есть, почему это плохо и что будет со мной, если я буду продолжать в том же духе. Ну, и дальше там был плей, по-моему. А, подел? По-настоящему из любого просыпания, да, там, с утра немножечко, через десять лет это будет, там, месяца, да, жизни, которую вы не прожили. И поскольку ты, как бы, ленишься здесь, ты ленишься еще в чем-то и так далее. То есть, ты пропустишь кучу вещей, кучу возможностей в своей жизни. Вот, хорошо, это был второй пункт. Третий пункт, это мы сейчас делать не будем. Это просто себе запишите по троечке, пожалуйста. Это называется виду, и это то, что делает сам Ям Кипур, да? Сам праздник. То есть, для закрепления результата, так сказать, делают три вещи сразу, да? То есть, внешнее переходит во внутреннее. Внешнее переходит во внутреннее. Теперь, есть там, в виду, а, это эмоция и сожаление. То есть, господи, грусти, фигово я поступал. То есть, это поведение мне не соответствует, я лучше, чем это. Очень важно воспитание детей. Если знаете, в Торе это видно прямо из суки им Торы, что, например, воспитание детей не дает ребенку, будто ты хреновый, да? Хреновые твои действия, и они не соответствуют тебе, тогда он хочет их исправить. Ну что? Надо говорить как? Как надо говорить? Так надо говорить, что не ты плохой, а плохие твое поведение, и оно не соответствует тому, какой ты классный. Это тоже законно, когда ты говоришь о другом человеке, ты не можешь сказать, что он плохой. Мы говорим только о его поведении. Сам он не знаешь, как он, да? Ну, а он... Окей, значит, первое это эмоции сожаления, второе это перечисление, вот этот список, который мы написали, раз, два, три, четыре, пять. Вот это мне не нравится. Это в Йонг-хи-пур перечисляется много раз. То есть, это должно войти, то есть, это такое, три, четыре, четыре, да? То есть, плохо, ну, то есть, это должно войти в нервную систему, да? Вот это мне, это плохо, плохо, плохо. Это мне не нравится. То, что плохо, мы это избежаем. И на каждый удар там идет в Йонг-хи-пур, да? Вот такой легкий такой удар напротив сердца. То есть, это сюда привлекаются и эмоции, и речь, и какое-то символическое действие. Хорошая, в нашем случае. Система, которая входит на такой, на физический, на физический уровень. Плюс еще есть такая идея, Робейн Уйона тоже говорит, что в молитве стоит попросить, чтобы Всевышний дай мне, пожалуйста, еще такие условия, поскольку мы очень сильно зависим от обстоятельств, если только бросил курить, а вокруг тебя нет ни одного человека, который не курит, да? Ты живешь, я не знаю, в общежитии, где все курят. Очень тяжело, ну, то есть, непонятно, да, как можно бросить такую ситуацию. Всевышний, пожалуйста, если это возможно, устрои мне еще условия так, чтобы в холодильнике не было печенек, да, по ночам, чтобы не было... А можно делать так, чтобы они были? Можно, ну, если ты, то ли, тебя с тобой сила... Если у тебя с тобой сила болит. Теперь последнее, записали, да, третье, вот это, это будет у нас, сам Йом Кипур, это будет, называется, введу и перечисление. Четвертое, это называется, азиват ахет, это оставить грех сзади. То есть просто, после того, как ты себя за все отчитал, просто сказал, вот это было ужасно, я больше туда не иду, это плохое место. После этого ты должен как бы вытащить это из себя, потому что пока ты говоришь что-то себе внутри, что я такой нехороший, это себя как бы грызет. Это должно быть локальное такое состояние, так жить постоянно невозможно. Ты должен вот этот вот весь промежуток, в котором ты себя чистил, да, вот это чистка, где происходило, ты должен оставить его позади. Давайте я это просто вам покажу, как бы запишите основные моменты. Идея здесь такая, да, то есть есть вообще такая система, кто-то мне рассказывал, я не знаю, что это, может, логичная какая-то, то есть человек какая-то, есть какие-то мысли, которые он не хочет, чтобы ему приходили в голову, да, например. Ну, то есть он от какой-то привычки отучивается. Так только ему приходят мысли какая-то в голову, он делает так стерто-стерто. Ну, это просто прикольно, люди, то есть ты сам обращаешь внимание, люди вокруг типа, ты чё, ты нормальный. Как делают? Стерто-стерто. Вот. Ну да, то есть ты как-то чувствуешь. Ну, отрезвиться, отвлечься от мысли. Идея вот это оставить грех, она простая, это просто... тема закрыта, это четвёртый пункт, запишите. Что? Я что-то сказал... Что, пересади? Как раз! Как раз! Что, 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 я не могу? Ахахахаха! Как раз! Идея оставить грех, она простая, то есть я просто закрываю глаза, да, и просто говорю себе, всё. Я с этим разобрался, я для этого чист, и с этим больше никакого дела не имею. Всё, тема закрыта. Это четвёртый пункт, запишите просто его. Я чист лицом и светил раз. Подожди, подожди. Давай, быстрей, быстрей. Огонь. Огонь. И пятое, последнее, это образ себя и девочки. Я записал это всё. Я это из себя выжег, я всё это перечислил, а я нехорошо. Потом, предпоследнее, я сделал стёртый стёртый всё. Всё, good bye, good bye. Всё, всем пока. Я больше с этим никакого дела не имею, я от этого чист. Бог меня просил, всё, всё хорошо. Последнее, это образ себя идеального. А после этого это что? Ну вот пусто, чисто, дальше что? Образ себя идеального, без этих качеств, которые мы, собственно, рисовали в Роша Шана. В общем-то, это тот же пятый список. Это тот, который мы делали в Роша Шана. Здесь были какие-то детальки. Например, то, что Робейна Йона говорит. Исправь своё действие на поведение, на альтернативу. То есть, делал что-то там, я знаю, что-то, ну, грубо говоря, своровал, верни, верни долги. Что? Говорил гадость и говори доброе. Приводит много примеров. Исправь доброе гадость. Старайся делать добро. Давай задаку на изучение Тора. Облегчить чуву другим. Помогаешь другим. Бог помогает тебе. И, в общем, да, идея записать альтернативные качества. То есть, нельзя ставить поле пустым. Любая, как бы, вещь, она должна быть чем-то заменена. Иначе она возвращается, возвращается обратно, обратно возвращается на место. Вот и всё будет классно. И пушист. Ты хочешь обратно? Попозже. Не-не-не. Мне понравилось то, что ты сказал. То, что это, ну, чем-то заполнено. Да, да. То есть, те качества, которые у нас есть, и мы от них избавились, если нету им альтернативной, ну, замены альтернативы, старые привычки возвращаются, обязательно должна быть замена старому поведению. То есть, вот этот список теперь, который мы имеем, это, как бы, цель человека, то, кем он должен стать, да, то, что он должен почистить себя в емкий куры, то, кем он должен стать. И нужно помнить, да, что высшие отношения с Богом, то есть, в нашей духовности, в принципе, целей, ну, нету и быть не может. Теперь образ идеальный. Запишите, пожалуйста, простым пунктом. То есть, вот этот, пятый пункт, это идеальный образ меня уже безо всех вот этих вот, безо всех этих вот, то есть, когда я уже, когда я уже чистый, и хорошо, и все, и радуемся своему, своему будущему. Да, это, как бы, если Ко рассказал то, что мы не успели, но это, как бы, тема, что мы за 10 минут. Минута. Да. А у меня вопрос есть, если... Да, сейчас, давай. Сейчас мы сделаем с вами последнюю вещь. Это не надо даже Владу и Жору. Вещь такая. Все, вот телефоны. Так, есть? Стерты, стерты, стерты. Стерты, стерты, стерты. Ладно, давай. Вы не нужны на одну. Стерты! На одну минуту. Давай, все, готов? Стерта! Ну, давай, давай. Все. Все. Есть? Есть? Есть контроль? Есть. Все. Все. Мне сейчас нажать, поймали, еще, но, убрали ручкой все, куда. Закрываем глаза. Закрываем глаза. Все? Все. Да, все. Мне очень нравится, как люди начинают закрывать глаза, они начинают просто раз, на них присторонаваться, Смотреть, я твоего ведущего, вылечет, какую-то злебачивающую, что-то произойдет, что-то. Какие они? Опасах. Все, все, закрыли глаза. Сейчас все будет хорошо. Все, 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 все. Все, ребят, все, давайте. Ну правда, уже времени, видите сколько? Закрыли глаза? Невидим, аж глаза закрыли. Я отвлекал всего него. Есть? Уже Женя крикит, я это тоже знал. Так, хорошо. Что такое наша работа в этом мире? Это мы поднимаемся в горы. Есть гора, и моя работа над собой, мои действия, мои усилия, и вот это моя самоочистка, моя чува, что я узнаю то, что у меня не так, сожалею об этом, потом убираю это из себя, оставляю это позади и создаю себя нового. Это мой путь в эту гору, это мои усилия. Но есть что-то над этой горой, куда подняться самому не получится. Теперь мы поднимаемся на эту гору, на самый верх, и Всевышний иногда спускается только на самую вершину. Написано, что Бог благословляет нас только в том, что благословит тебя во всем, что ты не сделаешь. То есть действие – это сосуд для благословения Бога. Теперь нужно добраться до верха. Так вот на эту верхушку сверху иногда спускается такой огромный, вот это надо представить себе хорошо, огромный такой энергетический шар. Энергетический шар очень такой светлый, очень такой классный. Спускаемся на самую верхушку один раз в году, и там открывается такая дверца, как видите. Мы туда загружаем, и на один день влетаем в облака и в Божественные Благословины. Так, в облаках, в облаках. В конце дня мы оттуда спускаемся. Вот этот день – это Йон Кипур, это 10-й Тишрея, и это тот уровень, который человек может достичь, уровень ангела, подняться над всем, что он вообще видел, что происходило с ним в жизни, достичь вот этого какого-то невероятного уровня в своей жизни. Это последний мультик, который мы сегодня посмотрели. Ну, деньги я собрался. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Я желаю вам прекрасного, замечательного года, и пусть на сердце запечатают очень плотно книгу жизни. Спасибо большое. Спасибо. 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 Браво, Федори! Браво!